За минувшие сутки в Одинцовском округе было выявлено 228 случаев заболевания коронавирусом. В России зафиксирован очередной антирекорд по смертности. Коронавирус унес жизни 1123 человек. 28 октября в Московской области вступает в силу ряд ограничений, который должен положительным образом повлиять на печальную статистику. Достаточно ликоечного фонда в Одинцовском округе, где можно сделать прививку от COVID-19 и сезонного гриппа. Об этом и не только мы сегодня и поговорим. Здравствуйте. В прямом эфире ОТВ программа «Главная тема». Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Васильевич Фадеев. Здравствуйте. Андрей Васильевич. А я напоминаю телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Это значит, что у вас есть возможность задать свои вопросы Андрею Васильевичу по телефону 8495-508-86-84. Кроме того, прямой эфир сейчас идет в социальной сети Instagram, в нашем аккаунте ОдинТВ. Там вы также можете оставлять свои комментарии и вопросы. Все обязательно прочитаю. Андрей Васильевич обязательно на них ответит. Андрей Васильевич, сейчас Одинцовский округ, к сожалению, в лидерах по заболеваемости коронавирусом в регионе. Почему такой всплеск заболеваемости наблюдается сейчас? Ну, у нас сейчас целый метод просеет, скажем, четвертая волна. Или можно сказать, что полноценная третья волна сейчас у нас развивается по всей Российской Федерации. Что касается по Одинцову, как показывает практика, что мы больше всех тестируем по Московской области. Вот, допустим, за минувшие сутки мы сделали 1370 тестов по всему городскому округу. Естественно, мы выявляем, как вы сказали, из-за 8 человек мы выявили положительных COVID+, так мы их называем. С временем мы оказываем лечение и амбулаторно, и стационарно. Ну, к тому же, еще к тому, что у нас живут жители городского округа Одинцова, у нас по неотложной помощи получают помощь все жители, соответственно, Московской области, России, в том числе мигранты. Когда мы оказываем неотложную помощь, мы не выбираем, человек там прикреплен, наш ли он житель. Вообще-то, что у нас Одинцовский округ, он, наверное, самый большой по Московской области, по населению, по, так скажем, может быть, по тем же самым дачам, по жителям, которые живут на территории нашего городского округа. Но, в том числе, с этим связано, что мы выявляем, так скажем, и тестируем очень много именно по COVID-19. Ну, не могу не спросить, а как часто болеют те, кто привился? Те, кто привился, они могут давать нам положительные тесты, это бывает, в принципе, редко. Это не больше, чем 1% случаев от всех, так скажем, кто привился. В то же время у нас нет ни одного человека, кто болеет тяжело после прививки, там, любой вакцины, там, и спутником, и спутник-лайтом, и эпиваком, и каеваком. Все могут быть носителями, могут в легкой форме переносить, но в реальной массе такого пациента нет ни одного. То есть, на настоящий момент у нас находится протокопедитель реанимационных мест в городском округе. То есть, там, как правило, все непривитые. То есть, не то же, как правило, все непривитые там находятся. И когда мы задаем вопрос, почему вы не привились там, или не нашли времени, как правило, люди, конечно, сожалеют о том, что время было пущено. Думали, что их это не коснется. Да, у нас, к сожалению, такая авось, она процветает, что меня это не коснется. Но, к сожалению, это коснется всех, может коснуться всех, и, конечно же, поэтому надо с вами заботиться, обязательно позаботиться, надо привиться. Такая тема или возможность в городском округе имеется, так скажем, всякие проблемы. Антипрививочники бы вам на это ответили? Да нет, на самом деле привитые лежат в реанимации, немножко вы лукавите. Но специалисты им в ответ говорят, что, на самом деле, те, кто лежит в реанимации, да, имеет сертификат о вакцинации на руках, скорее всего, этот сертификат был получен не совсем так, как должен был, ну, иначе говоря, куплен. Вот разделяете эту точку зрения? Ну, мы, когда к нам люди поступают, обязательно спрашиваем, был ли он привит, либо нет, соответственно, и могу сказать, что это крайне редко, когда человек поступает привитый к нам. То есть, естественно, мы там не спрашиваем сертификат у него, просто мы спрашиваем на этой приемного отделения, был ли он привитый или нет. Но, во-вторых, есть уровень антитела, можно посмотреть всегда. То есть, человек там допустим, что он привитый, взять у него там пост-ковидные антитела, мы такую услугу в нашем учреждении делаем, то же самое можно будет, соответственно, посмотреть. Люди привитые в реанимации, не лежат, то есть ни одно учреждение не может этим похвастаться, что такие люди пациенты у них появились мы смотрим статистику по городу Москве у них тоже большое количество больных коронавирусов мы смотрим статистику по Московской области нет ни у кого данных о том, что привитые люди находятся в реанимации или болеют тяжело то есть да, заболеть можно, будет протекать болезнь как после любого контакта с вирусом то есть вы уже будете к нему готовы естественно, как только он у вас появляется, вы сразу быстренько этот вирус уничтожаете, то есть это именно смысл прививки, то есть она вас может не защитить от полного игнорирования, так скажем, вируса но если вдруг вы с ним контактируете и у вас он проникает в организм, вы очень быстро соответственно его уничтожите и конечно до реанимации до каких-то проблем с лихим точно не дойдет но антипрививочникам, наверное, хочется пожелать проверять информацию это очень важно в Москве вышла очень хорошая реклама где врачи показывают реанимацию показывают отделение, так скажем, морг вот я думаю, что давайте мы нечто похожее, может быть, в городском углу и нашему тоже снимем, не то что там показывать будем наш морг а запланируем с вами поход в нашу реанимацию в одну из наших реанимаций покажем, естественно, составление персональных данных покажем пациентов, покажем, как за них дышит аппарат ЭВЛ покажем, как это, так скажем, приятно находиться в реанимации приятно находиться в красной зоне в целом даже не в отделении реанимации и потом, может, все-таки количество людей которые против привок и против, в принципе, так скажем диссидентка и диссиденты может быть, их все-таки уменьшится и будет от этого польза мы готовы, ждем дату, время давайте запланируем, да, конечно, покажем может, у вас сейчас будет, пока будет у нас сейчас локдаун время локдауна время и запланируем, приезжайте, покажем вот, кстати говоря, давайте объясним телезрителям почему вот эти дни так важны сейчас, почему важно не контактировать, особенно с окружающими действительно ли они помогут прервать вот эту спочку заболеваний значит, дни объявляли не рабочими с целью, чтобы, так скажем наш коллектив разобщить чтобы люди не ездили на работу не находились в общественном транспорте чтобы студенты, допустим, школьники меньше, так скажем купировались в классах в студиях учебных и так далее конечно же, за эти дни надо именно находиться дома либо какие-то одиночные, допустим, прогулки по парку то есть не нужно там есть как сейчас людям покупают билеты в Сочи считают, что это какие-то праздничные дни нет, это не так то есть если мы будем, опять-таки, собираться там в самолетах в каких-то там отелях мы тем самым, конечно, цепочку не разорвем это нужно именно самоизоляция изоляция в пределах семьи для того, чтобы максимально 100 человек болеть чтобы он свой вирус дальше людям не передавал чтобы у нас вот эту цепочку патологическую прервать и те, кто заболевал, могли выздороветь и не было новых случаев заражения поэтому призываю всех, кто соответственно, сейчас запланирует какие-то там поездки, там мероприятия все-таки подумать о своем здоровье здоровье своих близких и лучше остаться дома там провести как-то эти в пределах семьи в пределах своего, так скажем, жилища можно прививку сделать да, и как вариант прийти к нам на прививку мы соблюдаем все необходимые меры безопасности мы будем работать все выходные дни абсолютно, то есть все рабочие дни включая и сам день праздника 4 ноября и включая воскресенье у нас будут работать прививочные пункты мы сделаем шаг времени немножко побольше чтобы, соответственно, было менее так скажем, скучно с инцелением на базе нашей поликлиники у нас все обработки все дают согласно графику по времени то есть нахождение в нашем учреждении оно безопасно ну и кроме того если следовать этим правилам мы можем избежать продления вот этих нерабочих дней которые, конечно, экономики сказываются не лучшим образом и, собственно, дальше жить спокойно выработать, наконец, коллективный иммунитет если все начнут прививаться сейчас мы все рекорды бьем, к сожалению по выявляемости и в том числе по смертности я думаю, что, конечно, да если мы их адекватно сможем все-таки провести как это запланировано государством главой государства то, конечно же, эта ситуация должна резко уменьшиться и статистика должна пойти, так скажем, на уменьшение у нас комментарии от Ольги Лощевой Андрей Васильевич спасибо вам за ваш труд и помощь жителям мой папа переболел ковидом с Венегородской больницы лечение было оказано правильно и сейчас ему лучше низкий поклон врачам пишет наша телезрительница та, которая смотрит прямой эфир в Инстаграм можете последовать примеру Ольги оставлять свои вопросы и комментарии все обязательно прокомментируем и на все обязательно ответим Андрей Васильевич, ну случаев заболеваемости действительно много хватает ли коечного фонда? Значит, у нас сейчас развернуто всего 1600 коек по всему городскому округу это 4 филиала наших рабочих на ковид только на ковид работают из них 50 коек реанимации сейчас порядка 160 коек свободно то есть коечного фонда хватает и как показывает практика это опять-таки у нас жители Московской области примерно и Москва составляет 2 третьих третьих жителей нашего городского округа у нас есть в наличии все препараты это противовирусные, это антибиостики это препараты группы биологии, как мы их называем это октемры, элстиры и ее аналогии это все на наличии имеется перебои с кислородом, с аппаратами ЭВЛ этого у нас тоже ничего нет то есть при необходимости помощь будет оказана в максимально возможном ее виде включая аппараты ЭКМО скажу еще раз, что есть только у нас в нашей областной больнице и на ковид работаем соответственно по Московской области только мы тем самым оказываем помощь жителям Московской области в том числе по виду помощи ЭКМО вот давайте расскажем подробнее про этот аппарат чем он отличается от ЭВЛ, например аппарат ЭВЛ, он проводит вентиляцию легких то есть по сути ваши легкие участвуют в том, чтобы производить газообмен между кровью и воздухом а аппарат ЭКМО, это, можно сказать, искусственные легкие это аппарат, который позволяет, минуя ваши легкие обращать кровь кислородом, тем самым, так скажем, поддерживать функции организма это же для совсем тяжелых пациентов это для тяжелых пациентов, да то есть получается, что это, можно сказать, следующий шаг после ЭВЛ поэтому у нас такие аппараты есть мы пациентов этих, соответственно, ведем есть положительные моменты выздоровления и буквально недавно мы показывали на нашем инстаграме больницы, что у нас пациент после ЭКМО соответственно, мы его выписали с выздоровлением этих пациентов, к сожалению, мало потому что ЭКМО это уже тяжелая процедура для пациента, для персонала Но в нашей регулировке сейчас проходит обучение в Санкт-Петербурге, очередная бригада наших врачей, кто занимается ЭКМО. Поэтому я думаю, что у нас будет положительный момент, в том числе использование ЭКМО. А я напоминаю, что мы в прямом эфире, 8495 508 86 84. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Марина. Марина, очень приятно. Задавайте ваши вопросы или, может быть, у вас комментарии. Я, скорее всего, не с вопросом к вам обращаюсь, а, наверное, с пользой защиты, с помощью. Мы вас слушаем. Очень сильно. Пришла сработка 39 литература. Вызлала врача через КОМ-центр. Жил я в Одинцово. У нас в течение дня не пришел. Объяснили мне это тем, что загруженность большая. Да, поняла. Но симптомы очень страшные. Задыхает сломка в костях и так далее. Звоню сегодня полседьмого утра и спрашиваю. Возможно ли, если мы не встретимся с врачом, мне необходимо узнать диагноз и начать лечение. Я не могу заниматься самолечением. Мне надо узнать, это ГРИК или КОВИД. Ну, я привела в свое время от КОВИД, это ГРИК. Мою заявку не нашли. Девушки сказали ее нет. То есть я понимаю, что мы просто в корзину отправили. Мы сделали новую заявочку. На кассели врач не пришел. И так двое суток. Ровно в двое суток я рыжу в кровати. Температурую, жду врача. Врач так и сегодня не пришел. Вот я и задаю вам вопрос. По телевидению, каждую минуту, по всем каналам. Говорят о защите граждан, о заботе, о том, как мы можем сдать анализы везде. О том, как приходят на дом. Но я не столкнулась с этим. Как мне дальше быть? Врачу я сама прийти в данный момент. Я очень слаба. Мне очень болят кости. Вот именно с этим заболеванием я не знаю, как это так. Марина Андреевич сейчас обязательно прокомментирует. А я прошу вас, если вы этого еще не сделали, оставить ваши координаты нашему редактору. Чтобы с вами можно было связаться. Спасибо большое, Андрей Васильевич. Прокомментируете. Что делать Марине? Я думаю, что оставлю сейчас контакт. Конечно, мы проверим. У нас три юрлица оказывают помощь в городе Одинцово. То есть, надо будет выяснить сейчас, какое юрлицо относится именно к заявителям у нас. Кому она прикреплена. Я думаю, конечно, что там. Ну, если 39 температур и 2 дня, то уже надо вызывать скорую помощь по номеру 112. А так, в целом, я думаю, сейчас вопрос отработаем. А что касается вызов на дом, то да, сейчас нагрузка, на самом деле, огромная. Если раньше у нас было примерно 600 вызовов, это в пик, так скажем, сезонных заболеваний гриппа, это, скажем, до ковидной истории. Сейчас у нас 2000 вызов для нас является нормой. То есть, а в том, что у нас система... В четыре раза почти. Да, в четыре раза почти, потому что у нас количество ставок не увеличилось, количество бригад у нас тоже, к сожалению, не увеличилось. Поэтому, конечно, сейчас нагрузка на здраво, особенно на вот эти вот эти ковидные волны, она колоссальная. Поэтому, ну, в данном случае, тут я себя не оправдываю, тут нужно обязательно оказывать помощь на дому. 39 температуры с ковидом, конечно же, это может быть ковид, это может быть грипп, это может быть ОРВИ. Тут надо разбираться, обязательно врачи здесь не должны быть. Поэтому всем, кто, может быть, там врача не может дождаться, у нас есть сайт учреждения, то у нас есть там обратная связь, у нас есть телефон главного врача горячей линии, у нас есть, опять-таки, инстаграм учреждения, у нас все именно обращения... Есть почта учреждения, электронная. У нас все обращения будут отрабатываться, поэтому, пожалуйста, пишите. Так адресно будем отрабатывать. Что касается скорой помощи, что касается неотложной помощи, врачи врачи на дом, конечно, мы эту работу будем усилить. И то, что сейчас будут меры ограничительные в плане там от этой нерабочих дней, у нас все врачи будут находиться на рабочих местах. Но, естественно, я думаю, что помощь на дому в этом плане будем более усиливать. То, что мы все, кто может выходить на дом, терапевты и, естественно, педиатры для наших юных жителей все тоже будем эту помощь оказывать. 8-495-508-86-84. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Николай. Николай, очень приятно. Задавайте ваш вопрос Андрею Васильевичу. Я хотел вопрос задать какой. Вот я вызвал скорую помощь, только не по ковиду, а по другому заболеванию. Вот. Вперед, вроде сказали, приедет скорая, через 2 часа. А потом перезвонили через час, сказали, в течение суток машина будет. Вот. Ну, как бы сказать, я... Ну, у меня дышать тяжело было, но это не ковид, у меня там другое какое-то болевание, целикаде, не знаю. Я, в общем, как бы, взял такси, поехал там, в ЦРБ, и обратился, как бы, туда, в поликлинику. Там народу никого не было, меня с удовольствием приняли, как бы, служили туда-сюда. Ну, а приехав туда, в ЦРБ, были машины, скорая помощь, стояли. Ну, я не знаю, может быть, по-моему, наиболее, может быть, что-то, ну, ну, как-то нехорошо, понимаете. Да, спасибо за ваш комментарий, Николай. Ну, вот как раз, получается, со стороны Андрея Васильевича было сделано все хорошо, потому что, насколько я понимаю, скорая помощь к Одинцовской областной больнице в отношении не имеется. Да, скорая помощь, это отдельное юрлицо, и сейчас она выделена из состава Одинцовской областной больницы, и того, как и давно. Ну, в целом, конечно, то есть, я так же говорю, что там русская скорая большая, у нас есть коллектив неотложной медицинской помощи, куда можно обратиться, если вы чувствуете себя плохо, но можете доехать до учреждения. Опять-таки, есть прямое отделение у нас, которое работает 24 часа, и мы, естественно, помощь оказываем всем, кто туда в него вошел. И Николай, судя по всему, ее помощью. Да, видимо, да. То есть, независимо от того, как вы пришли, там, по скорой помощи, либо самотекам. То, что касается свободной машины, то есть, у нас есть обязательно резервные машины у скорой помощи, которые стоят там, соответственно, как подбригады. А скорой помощи, она считается бригадами, а не машинами. То есть, машин может быть много, но часть из них, допустим, находится там, в самом деле, в ремонте, либо ожидать там, как сменные машины и так далее. Но информацию на скорой помощи я главврачу передам о том, что какие-то есть определенные проблемы. Я думаю, что тоже будут приняты какие-то меры. Андрей Васильевич, если завершать тему госпитализации, вообще, в каком случае пациентов с ковидом госпитализируют? Какие для этого должны быть показания? Мы сейчас всем пациентам делаем обязательно КТ, на входе, скажем, в приемное отделение. У нас сейчас работают два КТ-центра, работают 24 часа. Это КТ обратно работает на базе Никольского филиала. Там у нас находится ковидный госпиталь, соответственно, и на базе КЦВМИР. Тоже филиал Одесовской областной больницы. Там тоже работают КТ 24 часа. Должен к поражению КТ выявлено при КТ поражения легких. Это КТ-1, КТ-2 и выше, естественно. Берем обязательно анализы, смотрим. Если есть рост цирреактивного белка, если есть рост воспаления, то это тоже показатель для госпитализации. Обязательно температура, то есть 39, там, 3 дня и более, это показатель для госпитализации. Опять-таки, возраст 60 плюс и наличие на будучи заболевания. То есть обязательно врач всех осматривает. То есть мы, если человек к нам доехал по скорой помощи, то, значит, принято решение о его госпитализации. Крайне редко мы скорой помощи в этом отказываем. Ну а то, что самотеку, естественно, мы диагностируем, обследуем, при необходимости назначаем лечение. То есть подходим к каждому пациенту индивидуально и всех пациентов врач обязательно осматривает. То есть определяет показания итоговые, либо есть ли они, либо нет, для госпитализации. Глава муниципалитета Андрей Иванов провел оперативное совещание по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В нем приняли участие профильные заместители, представители Роспотребнадзора, Одинцовско-областной больницы и подстанции скорой помощи. Внимание на экран. В Одинцовском округе резко увеличилось количество госпитализаций заболевших коронавирусом. На сегодня в муниципалитете развернуто 1060 коек, 49 реанимационных. Это наибольшее количество по региону. На лечении находится 890 пациентов, треть из которых – жители округа. Рассматривается вопрос о повторном открытии стационара на базе парка «Патриот». Статистика уже наглядно показывает, что четвертая волна пандемии уже здесь, мы ежедневно фиксируем не менее 100 новых выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 19 октября в Одинцовском округе зафиксировали антирекорд – 430 выявленных случаев заболевания. Для диагностики коронавирусной инфекции в Одинцовской областной больнице есть четыре аппарата КТ. Два из них работают круглосуточно. Дефицита кадров и медикаментов нет. В плане лечения у нас есть биология, у нас есть Актемра, Илсира, Артлегия. То есть все необходимые для лечения все-таки новостановые препараты. Есть антибиотики в большем количестве, в достаточном количестве на момент лечения. Рассудный материал есть контр для ЭВЛ, для ЭКМО. То есть все это у нас наличие есть. По аппаратам ЭВЛ у нас нет дефицита. У нас порядка 60 аппаратов находятся сейчас на балансе больницы. Итого из них 49, соответственно, задействованы на настоящий момент. Будет необходимость, мы еще, соответственно, аппараты доставим. На территории округа работает 16 прививочных пунктов. Вакцина, уверяют медики, имеется в достаточном количестве. Что касается вакцинации, то на настоящий момент нами привиты уже первые дозы вакцины 165 323 человека жителей городского округа. Полную вакцинацию завершили 158 739 человек. Сейчас мы видим резкий рост активности по вакцинации. Открываем дополнительные кабинеты. За вчера привили, получается, порядка 600 человек первой дозой. И сделали для вакцинации тоже за человеком. Это вот вторым компонентом. С начала пандемии на территории округа зарегистрировано порядка 28 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией. Сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора следят за соблюдением всех карантинных мер. Также проводится контроль предоставления информации о прибывающих на территорию России гражданах. На сегодняшний день на территорию Одинцовского городского округа прибыло 68 123 человека. В отношении лиц, допустивших нарушение требований законодательства по прибытию, составлено 87 протоколов, направлено на рассмотрение в суд по статье 6.3 части 2 Кодекса административных правонарушений Московской области. Вынесено решение о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 90 тысяч. При этом специалисты Роспотребнадзора отмечают, что необходимо усилить межведомственный контроль в отношении соблюдения противоэпидемиологических мер в общественных местах. Очень много обращений поступает к нам от граждан о отсутствии ношения масок в транспорте. То есть люди уже как-то расслабились к настоящему этапу. Наверное, нам нужно усилиться в таких направлениях, где самое большое скопление населения. По территории округа проходит 130 автобусных маршрутов. На линии работает 400 транспортных средств. Обслуживают маршруты 11 перевозчиков. Со всеми проведен подробный инструктаж. Все водители обеспечены дезинфицирующими средствами, салфетками, одноразовыми масками в салонах автобусах ограниченное расстояние. В еженедельном режиме сотрудники контрольных органов и администрации проверяют салоны транспортных средств автобусов на наличие грязи и чистоту обработку дезинфицирующими средствами. Контролирующие органы выписывают соответствующие травмы, предупреждения водителям, так и юридическим лицам. Глава округа поручил усилить все антиковидные меры и сделать более жестким контроль за их соблюдением. В прямом эфире ОТВ программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о ситуации с коронавирусом в Одинцовском округе. В нашей студии главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Васильевич Фадеев. А свои вопросы Андрею Васильевичу вы можете задать по телефону прямого эфира 8495-508-86-84. Или можете оставить свой вопрос или комментарий в социальной сети Инстаграма, в нашем аккаунте Один ТВ. Андрей Васильевич, там коронавирусы меняются, меняется ли течение болезни? Какие симптомы сейчас встречаются чаще всего? Мы привыкли, первый признак – это потеря обоняния. Вот сейчас это актуально? В целом, да, актуально. Сейчас поменялся коронавирус, но не сказать, что этих симптомов сейчас тоже нет. Сейчас есть пропажа обоняния, сейчас стала привязка кишечная форма, когда, соответственно, есть расстройство с кишечника. Форма также, то есть это стандартная температура, она не поменялась, она как и была, так и есть. И сейчас стали появляться именно признаки ОРВИ. То есть это насморки, это болезни горла и так далее. Сейчас тоже это стало свойственно коронавирусу. Вот это плюс. Такого раньше мы не видели. Вот сейчас последние две волны, это стало немножко появляться. Но медики быстро следят за изменениями болезней, реагируют оперативно. Да, основное – это пациентодиагностика, это диагностика ИХ, когда мы делаем тест в течение буквально 5 минут по стилю пациента. Это сейчас основное. То есть сейчас система готова к такому большому, скажу, большому потоку тестирования на коронавирус. Это именно после пациентодиагностики мы, естественно, начнем сразу полноценное лечение. Бывает так, что при коронавирусе возникает цитокиновый шторм. Все знают, что это очень страшно, но не до конца понимают, что это такое. Вот объясните нам, пожалуйста, что такое цитокиновый шторм? В ответ на инвазию вируса, в том числе в легочную ткань, РИМС, соответственно, старается с ней справиться. То есть вырабатываются там определенные белки, пептида они называются, то есть те, что, скажем, должны вирус это уничтожать. Так как вирус встраивается в саму клетку, входит внутриклетки, соответственно, белки начинают это делать внутри этой клетки. Тем самым вызывает разрушение собственных тканей, то есть вот именно легких. И поэтому для того, чтобы, так сказать, спасти легкие от самих же антител, которые выработались организмом, нам приходится получать эту степень защиты. Это называется препарат, блокирующийся цитокиновый шторм. То есть, соответственно, это вот это Актемр, как раз Илсир, Артлегия. Это препараты, которые мы раньше использовали в рематологии, для того, чтобы, соответственно, уберечь там суставы от, собственно, аутоиммунного влияния. То теперь же их же теперь использовать для того, чтобы уберечь легкие от влияния антител, которые пытаются уничтожить коронавирус. И вот это, как раз, когда возникает резкое разрушение логочной ткани, разрушение клеток, резкий рост белков, пептидов, это называется цитокиновым штормом. То есть мы смотрим уровень цирктивного белка, уровень терлекинов, и видим, что идет резких ростов, то есть понимаем, что начинается этот шторм цитокиновый, и тем самым включаем эти препараты, назовем ряд биология, и, соответственно, его снимаем. Потом, проводя противовесную терапию, убиваем вирус, тем самым мы спасаем и легкие, получается, и лечим пациента. Поэтому самое главное, это шторм распознать своевременно, и все время этот препарат начать. То есть не до шторма, не после шторма, а именно с самого момента формирования этого полноценного шторма. А я напоминаю, что мы в прямом эфире, 8495-508-86-84, наш номер. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Николай. Николай. Очень приятно. Задавайте ваш вопрос. А почему водителям не платят ковидные? Что не платят? Ковидные. Ковидные не платят. Ковидные не платят. Вы работаете в Денцовской областной больнице. Правильно я понимаю? Да. Андрей Васильевич, поясните, пожалуйста. У нас есть категория больных, которые получают ковидные выплаты. Соответственно, если у вас был подтвержденный контакт с пациентом, кто болеет ковидом, то мне, Николай, интересно, куда он возит этих пациентов. То есть у нас водитель скорой помощи, пациентов они у нас не перевозят. Николай, а вы еще с нами? Не скорой помощи, а пациентов в больнице не перевозят. Поэтому, смотрите, если Николай работает у нас с врачом, то врач у нас не ковидный. То есть врач, соответственно, это, можно сказать, что поэтому выплаты не положены. Если Николай с Николая возит больных ковидом, это другое дело. То пускай может обратиться именно ко мне, наверное, там, или к моим замам, это просто обсудить. 8495-508-86-84. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Надежда Ивановна. Надежда Ивановна. Надежда Ивановна. Надежда Ивановна. Добрый. Добрый. Очень приятно, что сейчас врачи заботятся о нас обо всех. Я с Ледногогородка. У нас прием врачей ведется с утра до обеда. Вот представляете, вот нужно пойти, взять направление к какому-то специалисту. Мне надо сидеть в очереди среди больных. Нельзя ли сделать прием вечерний, например, вечера, здоровый прием, в кавычках, но пусть будет здоровый прием названия, чтобы можно было прийти, взять направление к другому какому-то специалисту или на анализы направления. Например, вот мой внук, ему с военкомата дали проходить, ну, метаосмотр. Не весь метаосмотр, а узкого специалиста. И он сидит среди больных, ждет направление, чтобы взять. Понятен мой вопрос. Да, Надежда Ивановна, спасибо большое за вопрос. Андрей Васильевич, есть такая возможность? Нет. Я думаю, что прием вечерний в данном случае он не спасет. По лестному городку у нас есть комитет неотложной помощи, есть комитет планового приема врача. Соответственно, на планового приема врача у нас люди больные, соответственно, там особенно с признаками ОРВИ записываться в принципе не должны, потому что там идет у нас прием для дачи направлений, для, так скажем, плановой работы. У нас для именно больных людей существует специальный фильтр, там работает врач неотложной медицинской помощи, именно уже в поликлинике. Там надо, соответственно, к нему приходить. Ну, естественно, люди записывают там где-то возможность свободы, окошечко видят. Что касается вечернего приема, то по лестному городку я сейчас вопрос выясню, в чем проблема. Обычно у нас там был вечерний прием, у нас все поликлиники работают с 8 утра до 8 вечера, соответственно, прием делится на дневной и вечерний, обязательно должен делиться. Что касается записи к другому специалисту, то, в принципе, это можно решить вопрос по путем оставки заявки на сайте учреждения, либо на сайте в ЕМИАСе, там оставить заявку, то мы можем отработать дистанционно. То есть есть вопрос только в направлении. А так, если человек болеет, еще раз призываю, вы не приходите на плановые приемы, вы не приходите на вакцинацию, там диспансеризацию, это вам не нужно. То есть вы либо вызываете врача на дом, либо вы приходите в кабинет неотложной медицинской помощи. Там, где у нас идут плановые приемы, там больных людей именно с острыми респираторными заболеваниями, там, что коронавирусом быть не должно. Давайте как раз перейдем к теме вакцинации. Насколько жители Одинцовского округа сейчас вакцинируются? Сейчас четвертая волна, она, конечно, показала, что все-таки вакцинация нужна. И как у нас был пик в июле-августе после посадения губернатора, сейчас мы видим, что резкий спрос опять на вакцинацию, потому что люди видят, что эта тема не заканчивается коронавирусом. Гром не грянет, мы же не перекрестимся. Да, что все-таки видим, что сейчас у нас мы бьем все антирекорды по выявлению, по смертности. И, конечно же, люди понимают, что большая часть людей именно понимает, что защититься все-таки от коронавируса можно путем вакцинации. В последнюю неделю мы видим резкий рост активности наших жителей. То есть мы сейчас заполнились по всем нашим возможным кабинетам. Сегодня мы утролили количество рабочих кабинетов по всем нашим учреждениям. То есть это и поликлиники наши центральные на Бирюзово, это поликлиника в Звенигороде, это Кубинка, это Перхушково. То есть мы сейчас проведем вакцинацию по всем этим поликлиникам, по большим нашим амбулаториям, по крупным проводим вакцинацию. Это что касается коронавируса. И также на выходные дни у нас будет стоять наш мобильный комплекс вакцинации, наш ФАП, который один стоит у нас, получается, сейчас в Голицыно, на станции. Его обеспечит Голицынская поликлиника кадрами и, соответственно, там вакцинацию. И второй будет стоять у нас по графику, это будет площадь, как вот мы обращаем перед администрацией. И с главой вопроса поговорим, тоже, может, возможно, мы откроем еще до пункта. Да, в Глобусе у нас стоит тоже пункт вакцинации. Объекте пункт вакцинации работы не будет, ввиду того, что торговцентр будет закрыт у нас. Поэтому приливайтесь, это время потратите на вакцинацию, выберите время, может завакцинироваться и от гриппа, и от коронавируса. Одновременно? Да, и как сейчас показывают последние рекомендации Минздрава, это может идти реально одновременно. То есть вакцин от коронавируса уже показал себя эффективной, безопасной, то же самое вакцина от гриппа, которую мы уже приливаем много-много лет. То есть в целом, если у вас прием одновременно, это будет намного лучше, чем потом вы будете иметь болезнь либо гриппа, не дай бог, там либо коронавирусом, и их последствия. Мы в прямом эфире, 8495-508-86-84. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, как вас зовут? Леонид Майкевич. Леонид Майкевич. Я просто сказал врачу. Да, да, да. Мне в администрации города дали телефон горячей линии, сотовый. Два дня звонил, мне-то трубку не берет. Для чего им выделили этот телефон? Вы звонили по горячей линии больницы? Да. Андрей Васильевич. Здорово в администрации города телефон. Надо будет тоже, чтобы оставил заявку Леонид Тимофеевич, потому что проверить, потому что у меня телефон горячей линии находится либо у меня, либо у моих замов. Все звонки, которые поступают, мы, соответственно, обязательно отрабатываем. В том числе и смс, и в WhatsApp и так далее. Поэтому надо проверить телефон, тут ли телефон правильно, ли ему дали записал, ли он актуальный телефон. И в целом, телефон у нас есть на сайте актуальный, кстати, можно по нему звонить, уже там есть телефон. То есть на сайте администрации, а конкретно на сайте больницы. Поэтому надо будет проверить и также проверить, чтобы, соответственно, тоже было, чтобы он работал. Вопрос от Margo8311. Добрый вечер. Когда нужно ставить ревакцинацию, если вторую прививку сделали в июле? Пора? Нет, не пора еще. Ставить ее нужно будет через полгода. Можно будет сделать, соответственно, это либо спутник лайт, чтобы она была однокомпонентна, либо та же повторно сделать полноценную ревакцинацию спутником, либо ковек, либо пивак. То есть эти вакцины между собой сочетаются, неважно, какой вакциной вы будете делать ревакцинацию. Поэтому спустя полгода после второго компонента вы приходите, мы вам делаем ревакцинацию. Это уже будет один укол, так скажем? Нет, так же будет. Ну, компонентный. Да, это смотря, какую вакцину выберет человек. То есть это может, если это будет лайт, это будет один укол. Все остальные вакцины будут кратно будем делаться обязательно. 8-495-508-86-84. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Дмитрий, очень приятно. Задавайте ваш вопрос Андрею Васильевичу. Да, Андрей Васильевич, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, ведется какая-то статистика заболевших после получения первой прививки? Спасибо, Дмитрий, за вопрос. Четко, конкретно. Нет, я уже сказал, что у нас в целом имеет право болеть не более 1%. То есть 1% после перенесенных вакцинаций от коронавируса у нас, как правило, заболевает. То есть болеет либо лег, либо средне тяжей степени болезни. Это не более 1%. Что касается после первого компонента, то у нас такой статистики отдельно не ведется. То есть мы считаем после полного цикла вакцинации. Но обязательно рекомендуем всем, кто бы делал прививку первый раз, в которых нет антител, кто не переболел, максимально себя обезопасить после первой вакцинации. Потому что после первой вакцинации расслабляться еще рано. Да, у вас еще нет уровня адекватного антител ни после какой прививки. Там ни после спутника, ни после эпивака, кавивака. То есть вы будете в этом периоде быть, соответственно, пока еще уязвимы. Поэтому нужно обязательно подохраняться. Это маска, это отсутствие подчинения масок в мероприятии. Пока вы не сделаете вторую прививку. И спустя, после второй дозы, еще спустя примерно 2-3 недели у вас будет адекватное количество антител. Тогда уже можно будет позвольте себе какие-то мероприятия маска включать. Кинул сходить. Кинул сходить, да. А после первой, то есть у вас пока не будет антител, то есть вы можете сказать, что пока будете на равных условиях находиться. 8495-508-86-84. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Алла. Алла, очень приятно. Мне было очень хотелось узнать. А в городе Аликсово где-то можно сделать прививку Эпивак или Коми-Вак? Спасибо, Алла, за вопрос. Значит, вакцина Эпивак сейчас у нас есть в наличии на Машелла Березова дом 3 нашей новой поликлиники, 103 кабинет. То есть там можно сделать вакцину Эпивак. По вакцине Каевак она у нас сейчас ее нет в наличии. Делается она, соответственно, ожидаемо и ближе к Новому году. Потому что сейчас поставки по всей России именно по Каеваку они сейчас уменьшены я веду того, что вне Чумакова идет замена линий, так скажем. То есть это было объявлено на всю Россию. Поэтому Эпивак есть в наличии, можно сделать. Но как показа практика, что лучше все-таки делать спутник. Потому что после спутника у нас она переносится лучше всего. После нее мы не видим никаких осложнений, кроме там буквально 1-2 дня на повышение температуры. И то это не больше, чем 10% наших привитых. И после спутника как правило у нас никто не болеет. То есть поэтому если делать спутник либо спутник лает, они в наличии есть в большом количестве. И во всех контрфакцинациях. А если именно Эпивак вопрос, то плитник номер 1. Да, плитник номер 1 на Березово. 8-495-508-86-84 Здравствуйте. Здравствуйте. Как Вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Меня зовут Елена. Елена, задавайте Ваш вопрос. Хотела задать вопрос Андрею Васильевичу. Задавайте. Скажите, пожалуйста, вот я вакцинированная. Подходит время для ревакцинации. Но у меня получается сейчас проблема с щитовидкой. гипертоксикоз правильно вот так и врач мне сказала, что в принципе вам ревакцинация противопоказана. Это что на самом деле так или как это понять? Андрей Васильевич, можно Елене привиться? Во-первых, я думаю, что если врач сказал при очном время, что прививаться или нет, то уж точно консультация моя по телефону не будет являться против врача. Поэтому максимум, что мы можем сделать сейчас против врачебную комиссию с участием врача-эндокринолога, посмотреть, какая стадия тиреотоксикоза, посмотреть уровень антител. Естественно, если уровень антител низкий и стадия токсикоза, что она не вызывает значимых осложнений при вакцинстве, конечно, лучше привиться. Но в целом тиреотоксикоз не является абсолютно противопоказанием. Мы не будем прививать только в том случае, если у вас выражена аллергия, которая может вызывать жизнеброжившее состояние, и у вас ранее такие ситуации были в ответ на какие-то фракции белкового приведения, когда был шок анафилактический, тогда и кормление грудью, и возраст до ранней молодежистики. Это противопоказание для восстанации и от гриппа, и от коронавируса. От коронавируса мы пока не прививаем до 18 лет, то есть тоже является абсолютно противопоказанием и не прививаем кормящих. То есть все остальные категории сохранный диабет, там диализные пациенты, это все является наоборот показанием для вакцинации, потому что эти категории не наиболее язвимые, и при заражении коронавирусом конечно есть шанс, что они очень тяжелые болезни будут переносить. Поэтому именно те до сих пор не относятся к противопоказаниям, и решение в данном случае это решение врачебной комиссии. То есть можно будет собраться соответственно также если удобно, то оставит вам координаты, мы с ней свяжемся, тратим на врачебную комиссию, при необходимости пройдем углубленное изучение, и если соответственно вакцинация будет одобрена комиссией, то мы естественно ее проведем. 8-495-508-86-84 Здравствуйте. 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 Представьтесь, пожалуйста. Я бы хотела задать вопрос, не знаю, может, писать по адресу. А давайте попробуем за надежд. что читала, что после вакцинации, например, спутником лайт, они выпускают за границу, да, не одобрено эту вакцину. Вот я, например, вакцинирована спутником, но когда сделаю ревакцинацию, рекомендую ревакцинироваться спутником лайт. И как получается, будет считаться, что я спутником лайт приведена? Как вы в противобном случае? Интересный вопрос от Ольги поступил. У нас вакцина именно спутник спутник лайт не одобрена частью стран, в том числе европейских стран. В целом у нас сертификат не отличается от того, который будет после лайта, после спутника. Но если вопрос именно выездов касается и все-таки есть стран, в которых спутник лайт не одобрен, а одобрен спутник обычный ВИ, то ревакцинация на возможность спутника ВИ. То есть вас не сделают делать ревакцинацию лайтом, это сделано для вашего удобства. А так мы можем полноценно ревакцинировать спутником ВИ тем самым и вы получите такой же доступ, как вы раньше ездили в странах, где эта вакцина одобрена. Тем более я так понимаю, что совсем скоро Всемирная Организация Здравоохранения спутник ВИ все-таки признает. Да. Лично я вакцинированный, не знаю, выезжал, у меня сертификат вот за границей спрашивали, я показывал там. Сертификат, я просто не еще помню, там, по-моему, не указана вакцина, надо будет посмотреть. Указана все-таки вакцина сертификат, потому что я без занимания свой сертификат даже не смотрел. Потому что главное это защита, а не бумага, которая на руках. Если говорить о вакцинации от гриппа, от коронавируса мы можем вакцинироваться в любой момент, если у нас есть к этому показания, мы не вакцинировались ранее и так далее. А вот сезонный грипп, там есть определенные временные рамки. Вот до какого времени можно сделать прививку? Ну, чем раньше, тем лучше, потому что все-таки если будет идти пандемия гриппа, то это уже будет, так скажем, поздно делать и нужно время, чтобы отцвырались антитела, опять-таки, нужно теперь не коронавирус, а гриппу. Но в целом у нас кампания до 10 декабря. Но я считаю, что тем лучше, чем быстрее сделать, тем раньше, тем будет лучше для организма. Она действует не менее года, вакцина, поэтому не в смысле там на декабре откладывать. Лучше делать сейчас, тем более, у нас опять какие-то нерабочие дни. От гриппа вакцины мы делаем в каждой нашей амбулатории. То есть, если мы сделаем спутник, мы делаем там только в больших амбулаториях, там, где есть морозильное оборудование, есть необходимый, скажем, врачебный персонал, то грипп мы делаем во всех амбулаториях. Это привычная вакцина, соответственно, хранится в обычных холодильниках и не нужно каких-то особых условий для ее хранения и, так скажем, прививки. Потому что любую амбулаторию, которая находится у вас около дома, у нас их более 16 по городскому округу и, соответственно, там же привиться. 8495 508 86 84. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в эфире. Как вас зовут? Алло. Алло, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Алло, меня Игорь зовут. Игорь, очень приятно задавать ваш вопрос. Да, вот у меня вопрос к врачу. Вот у меня знакомый есть и сам я болею. У меня бронхиальная астма. И многие, вот у меня знакомые болеют и астмой, и бронхиальной астмой. И как вот там уколоц, не уколоц? Вот этот вопрос очень интересен. Потому что некоторые врачи дают отвод, говорит, ни в коем случае нельзя эти уколы делать. А некоторые говорят, то есть спокойно идите и колитесь. Ну вот, допустим, у меня человек один укололся, и через два месяца он умер. Как это понимать? Я пока прокомментирую со своей точки зрения. Один наш сотрудник, болеющий бронхиальной астмой, привился, ревакцинировался, и слава богу, хочется поплевать и постучать, жив, здоров, прекрасно себя чувствовать. Я не думаю, что пациент, который привился с бронхиальной астмой и умер через два месяца, он умер от того, что он привился. Это уж точно непрямая связь между этими заболеваниями, между этими, так скажем, прививкой и заболеванием. Что касается бронхиальной астмы, то я бы не рискнул все-таки с бронхиальной астмой пережить эпизод коронавируса. Потому что это именно он бьет по легким, и бронхиальной астмой это заболевание легких. И, конечно же, я думаю, что эти два фактора совпадут, то это будет крайне тяжелое течение болезни. Поэтому бронхиальной астмой не относится к противопоказаниям от прививки коронавируса. Поэтому прививку нужно обязательно. Потому что если человек, как уже сказал, болит бронхиальной астмой и ковидом заболеет, не дай бог, то сложно предсказать, чем закончится эта болезнь. Прививаться бронхиальной астмой можно и нужно. Это как раз-таки фактор риска. Как я сказал про сахарный диабет, про диализных пациентов. Они очень часто, к сожалению, погибают, потому что у них ослаблена защита организма. То же самое архиальная астма. У вас и так уже легкие, уже скомпрометированные. Другая провокация в виде коронавируса, конечно, она для вас тоже может быть фатальной. Поэтому прививаться надо обязательно. Мы с вами об этом уже поговорили, но если возник вопрос, давайте поясним еще раз. А нужно ли ставить прививку от гриппа, если ранее никогда этого не делали? Конечно. Конечно. Почему нет? У вас будет... Во-первых, грипп он каждый год мутирует, и поэтому сейчас прививка будет работать именно в этот год, в ту пандемию, которую мы сейчас с вами ожидаем, по гриппу. Поэтому прививаться нужно независимо, прививаться в ранее или нет. Это первое. Второе, если у вас есть склонности либо в этом работе с каким-то большим коллективом людей, у нас есть прививка привинар. Это от 13 видов пневмонии. Тоже желательно привиться, чтобы другие виды пневмонии не наложились ни на грипп, не наложились ни на коронавирус. Это тоже вакцина у нас есть. Есть в Одинцовской областной больнице и мы тоже прививаем в рамках календаря прививок. Совершенно тоже бесплатно для пациентов. Но, естественно, привиться от коронавируса тоже это обязательно. Это уже, то есть независимо, прививались ли вы, не прививались ли вы, болели ли вы, либо нет. Если полгода прошло, то прошло все-таки прививаться, ревакцинироваться. 8-495-508-86-84. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Меня зовут Людмила. Людмила, задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Я ковидом не болела. Антитела у меня тоже нету. Но у меня куча хронических заболеваний. У меня остеопороз в трех местах сломан позвоночник. Я прикована почти в постели. Врач сказал, что не надо, потому что осложнения дают в основном на суставы. И щитовидка у меня. В общем, все у меня. Стоит ли мне прививаться? Спасибо, Людмила, за вопрос. Ну, я еще раз повторяю, что нет абсолютно противопоказаний. Не заболеваем щитовидной железы, не осиопороз. Это не противопоказание для вакцинации ковидом. Что касается врача, надо будет тоже смотреть. На основном, чего он сделал такой вывод. Надо будет тоже опять-таки разбираться в рамках мочебной комиссии. Почему в данном случае врач не рекомендует приливаться. И в-третьих, для лежачих пациентов у нас есть мобильная приючная бригада. То есть мы выезжаем, и мы это стали делать одними из первых в Московской области, выезжать к лежачим пациентам. Потому что вас приливать тоже нужно. Все равно вы не находитесь, скажем, в вакууме. К вам все равно приходят в гости, к вам приходят сиделки и так далее. У вас сходятся здесь родственники, которые к вам приходят, вас навещают. Поэтому обязательно надо приливаться. Если у вас сомнения в том, что врач вам дал методотвод от прививки, и у вас сомнения, что он правильный, адекватный, то надо заправить в врачебную комиссию, где будет консультирован врачей. Как это можно сделать? Оставить заявку через лечащего врача, через заведующую поликлинику, через лечащую амбулаторию, написав на горячую линию, на сайт учреждения. Мы пройдем обязательно врачебную комиссию и решим, нужно ли вам приливаться. И если нет, соответственно, у вас будет дан методотвод уже на основании какого-то решения комиссии врачей. Спасибо большое, Андрей Васильевич, что пришли к нам сегодня в студию, ответили на немного моих вопросов и много вопросов от телезрителей. Надеюсь, что придете к нам еще вопросов. Судя по всему, много и не на все мы успели с вами дать ответ. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Берегитесь себя, соблюдайте меры безопасности, ну и, конечно, прививайтесь. Спасибо. Больше добавить нечего. Оставайтесь на нашем канале. Всего доброго. До новых встреч. Дinde soft. До новых встреч. Продолжение следует...